Всем привет! С вами магазин Юный Папа. У нас вторая часть обзора на робототехнический конструктор MakeBlock. Вот такой M-Bot, версия 1.1. Есть в природе две версии. Bluetooth-версия, которая синхронизируется с телефоном, и 2.4 Гц-версия, которая с компьютером синхронизируется с программным обеспечением. Это версия Bluetooth. Мы его собрали, собирается несложно. Есть инструкция, в телефоне можно скачать инструкцию. Можно следовать инструкцию, как и на картинках. Значит, у нас здесь остались еще запасные части. Комплектуются запасными шестеренками в редуктор. Пульт у нас еще остался. Здесь поставляется еще батарейки, можно поставить. Ну, в этой версии аккумулятор. Можно и так использовать. Еще вот такая вот на отдельный канал. Здесь LED-подсветка. То есть, можно будет изображение выводить на эту LED-подсветку. В следующих других видео покажем, как это делается. Винчики остались. Еще у нас отвертка. Заряжается. Заряжается данная техника следующим образом. Ну, у нас здесь ноутбук под рукой. Поэтому мы будем от ноутбука заряжать. Скажем, как. Здесь, значит, у нас получается два мотора. На каждый мотор, на каждое колесо. Здесь сенсорный датчик. Два сенсора стоят. Дальше ультразвуковой датчик. Еще есть датчик освещения. Какой-то датчик акселерометр. То есть, от движения он тоже будет сигнализировать. Здесь порт зарядки. Здесь сам аккумулятор. Соединяется с платой. Ну, здесь подключать моторы. Такая вот штука. Значит, разряжать. Вставили его, допустим, либо в компьютер, либо в сеть на 220 адаптер. Подсоединили. Горит красный индикатор. Означает, что зарядка идет. Зеленый будет загореться зеленым. Как завершится заряд? Не проверяли еще, сколько времени заряжается. Ну, может, часа полтора-два точно заряжается. И сколько катается тоже пока не знаю. Так, все. Дальше это нам не надо. Показываем, как это все. В версии 2.4 Гц. Вот в комплекте идет вот такое вот поле. Восьмерочки. Вот так вот. Можно запрограммировать этот аппарат. Можно запрограммировать, чтобы он строго ходил по черной линии. Вот так вот. То есть, вы программируете. Нижние датчики сенсора следят, чтобы он не выходил за пределы. А если он выходит, то он возвращается на вот эту полоску. Так что, вот такая вот занимательная игрушка. Версию Bluetooth берут обычно для дома, для своих целей играться. Версию 2.4 Гц берут в школы, в какие-то кружки робототехнические. Там можно в классе заниматься, чтобы нигде не пересекалось. Значит, для чего нужен пульт здесь, пока не знаем. Просто управлять им. Вперед-назад. Музыка здесь проигрывает. Влево-вправо. Вот. Так что, ну это от пульта. Показываю, как синхронизировать его с телефоном. Включили сам MakeBlock. Есть два приложения. Есть MakeBlock приложение. Видно? MakeBlock и M-Block. Вот M-Block содержит в себе как раз обучающий туториал. Заходим в него. Так, да, извините. Перед этим включаем Bluetooth на телефоне. Так как связь идет по Bluetooth. Запускаю MakeBlock. Аппарат рядом с MakeBlock. Поиск у нас уже найден. 0.7. 143. Подсоединяем. Он дает такие вот команды. То, что синхронизировали мы данный аппарат. Значит, есть здесь история. Категория история. Это для новичков. Здесь есть задания. Их надо выполнять. Звуковое сопровождение. Также присутствует. Значит, так. Показываем. Мы здесь все уже прошли. Поэтому уже хотя бы можем ответить, что это все значит. Команды разные у этого робота. Значит, самые первые. Мы начнем вообще со второго хотя бы. То есть, как программируется. Здесь вас приветствуется. Приложение полностью на русском языке. Это очень легко будет осваивать. Соответственно. Все здесь. У нас задание. Сделать так, чтобы данный робот пошел вперед. То есть, здесь при нажатии вот этой кнопки робот будет двигаться вперед 1 секунду на скорость 150. Ставим его сюда. Перетаскиваем к выполнению задания. И нажимаем play. Вот так вот. Секунду он проехал. Остановился. Выполнили задание успешно. Можно переходить к следующему. Это самое легкое. Теперь вперед, назад надо сделать. То есть, по такому же алгоритму. Дальше заходим. Допустим, у нас будет вторая часть посвящена скорости. Можно менять скорость. То есть, двигаться определенное количество времени с такой-то скоростью. Дальше у нас повтор. То есть, появляются модули от управления. И, значит, можем привести в цикл. Допустим, повторять повторение 9 раз, проиграть ноты такие-то. Так, это мы, значит, если что-то пошло не так, вот такой он сигнал издает, значит, мы что-то неправильно сделали. Задание было повторить команду 7 раз. То есть, мы вот здесь вот выбираем 7 раз, нажимаем и используем не больше 3-х блоков. А, это каждый блок означает. То есть, вот повторение 1 блок, проиграть ноты 2-й блок. Нажимаем. Все, выполнили успешно. Так, и следующее задание. То же самое, там, повторять. Значит, это 3-я. 3-й блок. Дальше мы смотрим 4-й. Остановить. Остановка, значит, смотрим. А, здесь мы учим, вот, лёгкое как раз задание. Изменить тон и темп. Дать команду произвести А5,5 и Е5,5. То есть, здесь мы учимся работать со звуком и с этими светодиодами. Сейчас. Неправильно, потому что мы не смотрели задание, но принцип понятен. Дальше, 5-е, допустим, 5-е, 5-е ожидание. А, да, ожидание, сейчас мы посмотрим, что это значит. Так, затем повернуть налево. Так, можно в громко говорить так вот. Так, 5-е. 5-е, ну, 5-е, в общем, было не очень интересно, наверное, ожидание. Так, 6-е суждение. Сразу берём 6-е. Сразу же, после того, как алгоритм составлен, он будет следовать за движениями рук назад. Так, значит, здесь использованы уже есть сенсоры. Смотрим. Каждый раз, когда этот робот появляется, рука, он будет продолжать двигаться вперёд или, наоборот, остановится. Значит, повторить. Дальше мы заходим в управление. Есть функция «Если» переменная. Если нам ощущение, препятствие впереди, ставим сюда. Появляется рука, продолжать двигаться вперёд. Движение вперёд. Или иначе остановиться. И смотрим остановиться. Так, и нажимаем вперёд. Сейчас вот так вот мы сделаем. Вот так вот. Нажимаем вперёд и, значит, смотрим. То есть, каждое моё появление вблизи сенсора, значит, он будет следовать за рукой. То есть, не за рукой, а вперёд будет ехать. Также можно его запрограммировать, чтобы он следовал за рукой. Когда убираю, останавливается. Так, дальше, седьмое. У нас седьмое будет условие. Дальше то же самое сложное убираем. Так, здесь у нас... А, здесь, кстати, у нас идёт акселерометр какой-то. Если его будет приподнимать. Так, каждый раз, когда робота приподнимает, у него загораться будут оранжевые индикаторы. Когда впереди обнаружено преградение, у него будет загораться фиолетовый индикатор. Так, опять же, переменные. Если M-Bot приподнят оранжевый свет. Если M-Bot препятствие впереди, то фиолетовый индикатор показать. Так, раз. Ненужная информация у нас Фиолетовый Так, сейчас мы Здесь немножко съезжает Фиолетовый Фиолетовый Раз этот не нужен Этот нужен Все, готово Значит убежаем вперед И значит поднимаем его Загорелся индикатор Опустили Так, раз Значит У нас не было другого параметра Что если мы его опускаем То индикатор выключается Это есть в обучении Но в данном ситуации мы увидим Что у нас все изменилось Если сейчас посмотрим Опять подняли оранжевый Поставили препятствие впереди фиолетовый